Вы верующий человек, вы неоднократно это говорите. Во что вы верите? Не во что, а в кого? В Господу Богу. То есть вы православный человек? Да. Как вы относитесь к русской православной церкви? К русской православной церкви московского патриархата я отношусь отрицательно и считаю правильным ее распуск и замену на конфедерацию независимых приходов. То есть, грубо говоря, я сторонник реформации о русском православии. Вы увлекаетесь астрологией? Я не увлекаюсь, я не считаю себя специалистом большим в астрологии, я скорее прибегаю к точке зрения профессионалов в этой сфере. Я считаю ее эффективным инструментом анализа. Тем не менее, вы сами... Не предсказание будущего, это очень важно понимать, именно анализ. Вы сами себе пытались предсказать будущее или просили кого-то это сделать? Опять же, мы только что сказали, что не предсказание будущего, анализ. А мы уже предсказали. Тех или иных предпосылок. Да, конечно, конечно. Но об этом нельзя говорить вслух, потому что... Будущее принадлежит только Господу Богу. И любые попытки его обсуждать, особенно собственное будущее, публично, могут быть очень жестко наказаны. Есть еще один человек с бородой, который очень хорошо разбирается в астрологии, Павел Глоба. Ну, он профессиональный астролог. Вы с ним общались? Нет, с ним лично нет. Я с другими специалистами сотрудничаю в этой сфере. Но я сам не астролог, поэтому я не коллега и не конкурент Павла Глоба. Что сулят звезды, на ваш взгляд, вот этой одной шестой части суши? Они сулят в марте 2017 года смену политического вектора. Что это означает, мы сейчас не знаем. Это может быть как полное закручивание гаек и ресталинизацию, включая некое реформирование доступа в интернет по китайской модели. Так и наоборот. Но мы не знаем, что конкретно придет. Придут какие-то случайные события, черные лебеди, которые станут индикаторами этих процессов. Поэтому давайте доживем до марта.